Салют, граждане и гражданочки! Троицкий Артемий! Ну и теперь я наконец-то приступаю к любимой части своей работы с вами, а именно к комментариям к вашим письмам и ответам на вопросы. Вопросов, правда, очень мало, по-моему, один всего, но ваших высказываний дофига. Спасибо, кстати, вам большое за вашу активность, то есть буквально за два-три дня набираются какие-то сотни писем, и в основном такие интересные, все умные. На некоторые я сейчас отреагирую. Итак, поехали! Буду заглядывать тут в планшет, потому что вопросы я, конечно, ваши не помню, а главные ники. Ники все-таки чудные, такие не запомните разу. Кверти Кверт, откликаясь на блог о танкистах в Министерстве обороны, пишет, что вы хотите, если у Шойгу была секретутка в звании генерал-майора, и ей отроду и тридцати не было. Ну а вы что хотите? Бальзаковского возраста, что ли, генерал-майор-секретутка. Да-да, сейчас нервно заерзали сорокалетние майоры да подполковники. Не так вы отчизне служите. Ну, про секретаршу в чине генерал-майора ничего не знал. Спасибо за сведения. Надеюсь, это не была государственная тайна. Если это была государственная тайна, то сдаюсь, задаюсь, ребята. Берите меня с потрохами. Галина Павловна. Это уже отклики на блог о динозаврах-диплодоках. Галина Павлова пишет прекрасный анализ. И не надо путать ум и хитрожопость. Если лизер обладает первым, то есть умом, он делает объективно богатую страну еще богаче, причем для всех. А хитрожопый умеет только грабить и одебиливать население. Хитрожопость у нас на высоте. Не отрицаю. Ну, согласен, тут можно даже и не комментировать, Галина. Все вы правильно сказали. Алекс Руснак пишет. Режим Путина рухнет рано или поздно. Тут сомнений нет. Вот только под обломки попадет куча народа. Вот что печалит. Как бы страна вообще сохранилась. У Китая вежливых человечков поболе будет. Последняя фраза очень мудра. У Китая действительно вежливых человечков будет поболе. Более того, как вы знаете, во всяких там Иркутской области, да в Забайкалье, да в Хабаровском крае и так далее, очень вежливые китайские человечки уже появились и в немалых количествах, и прекрасно себя чувствуют. Доктор Барменталь. По статистике, всего 17% населения понимает, где и как они живут. Непонятно, что значит. Ну, ладно. 17, так 17. Остальные маргиналы. В своем доме, говорю людям, вас обворовывает ТСЖ. Они в ответ, нечего здесь негатив сеять. Вот это я тоже часто слышу. Нечего здесь негатив сеять. Позитив. Позитив давай. Это рассея в разрезе. Может и правда у русских что-то не так с хромосомами или ДНК. Вот это большой вопрос. Я так думаю, что надо было бы все-таки провести какие-то исследования, какие-то замеры. За это же можно и Нобольскую премию в конце концов получить. В общем, хромосомы, ДНК на повестке дня, несомненно, поскольку реакция значительной части русского народа на происходящее событие, в общем-то, научно пока никак не объясняется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.